В название мы стараемся вместить тайный смысл. И на вебинарах, когда мы новый продукт выводим, я обязательно рассказываю, откуда берется это название. Лецитин пишется через Е. Лецитин. Здесь Ли-цитин. Сей-ли-цитин. На самом деле мы создали очень мощный продукт, и нам нужно было звучное название, в котором было бы также зашифровано липид. Это действие, что происходит? Это восстановление липидного обмена. Где у нас это все находится? Первый орган, который страдает при всяческом нарушении, это печень. Ребята, это печень. Мы очень хотели создать продукт действенный, мощный, именно для печени, для восстановления матрица печени. Очень важного органа, который фильтрует нашу кровь. Без которого, ну, собственно, у людей, которые страдают циррозами и так далее, они могут вам рассказать, как это тяжело. Жить с таким диагнозом. Это действительно очень-очень-очень плохо. Но так получилось, что мы создали намного более мощный продукт. Проводили исследование, этот продукт мощнее всего, что есть в настоящий момент на рынке, что вы можете купить в аптеке. И при этом этот продукт является пищевкой. Что вообще является фантастика. И при этом пища, 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 извините. Фу. Так, откуда у меня этот акцент дебильный появился, я не знаю. Вы меня простите, пожалуйста. Это пищевой продукт. И если вы даже сравните цены в аптеке с этим продуктом, возьмите любой аналог. Мы на самом деле конкурируем. А еще здесь есть маркетинг. Мы можем возвращать скидки потребителям, платить деньги нашим дистрибьюторам, нашим партнерам. Мы не называем вас дистрибьюторами. Наши партнеры, партнеры по нашему общему бизнесу. Партнеры по уровню. И на самом деле продуктов будет много. Очень интересных в ближайшее время. Хотите поговорим об этом? Да. Очень. Никто не задает этот вопрос, я прямо сам напрашиваюсь. Ну ладно, что мне очень нравится. Что я, давайте, от малого к большему, да? Меня сейчас, вот вчера Кирилл говорит, а поехали с нами в Одессу. Я говорю, а поехали бы, если бы во вторник меня не ждали в офисе, прям как манно небесное, потому что мы запускаем несколько интересных продуктов. И они уже для нас готовы. Я, наверное, сделаю небольшой вебинар в Фейсбуке, как я обычно раньше делал. Соскучились по вебинару? Да. Я там буду опять улыбаться. В принципе, и расскажу немножечко об этих продуктах, но вам первым. Настой из трав. Настой из трав с прополисом. Сектактным прополисом. Водные настои. Водные с прополисом. Да, 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 да. И мы сразу запускаем три настоя. Номер три, номер пять и номер шесть. Один из них, насколько я помню, это проблемы с мочевыводящими. Это номер шесть. Да, вот вы даже лучше... Троечка, бронхолёвочные. Троечка это что? Бронхолёвочные. Бронхолёвочные номер три. Троечка. Номер три. И успокаиваем. Да, активные, да. Вообще, мы собираемся сделать всю линейку, все девять. Плюс, там ещё будет отдельно настои с прополисом. То есть, там поле непаханное, там очень много всего. И для женщин, и для мужчин, и что там только не будет. Кто знает, что такое фитотерапия вообще? Травники. Слышали такую фразу, да? Вообще, знаете, что оказывается травами лечили испокону йоги, да? Да. Но дело в том, что нам очень сильно повезло, нам очень сильно повезло, да? Производитель, который нам достался, да? Это люди, организация, в которых были в бухе на огромные деньги, да? То есть, в эти исследования. То есть, это очень серьёзно усовершенствованный продукт, вот, того, что может быть когда-то, в начале, кто был в компании, о которой мы не говорим, да? Я себя чувствую опять Гарри Поттером, да? То, чё имя не называют, да? Ну вот, то, чё имя не называют, ну, в общем, это следующее поколение этих продуктов, да? Уже себя хорошо зарекомендовавших, да? Ну, только ещё лучше, ещё интереснее, очень красивый, сочный будет дизайн, да? То есть, по цифрам вы точно не перепутаете. Вот этот продукт мы запускаем уже в самое ближайшее время, это вопрос недели, максимум двух. Ещё один продукт от того же производителя, ну, это, собственно, маточное молочко. Да? Замечательный просто продукт, он очень-очень интересный. Только, внимание, не всем он подходит. Вы знаете про аллергии, да? Если вы знаете, что у вашего потребителя есть аллергия, лучше всё-таки не рекомендовать этот продукт, да? То есть, вот здесь, вот осторожненько, пожалуйста. Если знаете, что есть аллергия, давайте не будем рисковать, да? На мёд или на мёд? А если пробовать? Но есть аллергия на маточное молочко у людей, в пример. Да? Даже так, даже так. Да, ну, вот у меня, например, такая слабая аллергия на это есть. Вот лично у меня такая особенность организма, да? То есть, я знаю, что этот продукт, может быть, лично мне не очень подойдёт. Да? Но опять же, попробуем, посмотрим. Может быть, уже всё и прошло. Ну вот, это новость номер один, да? Как говорится, с меньшего пошёл, да? Дальше. Дальше. Очень интересный, интересный продукт. Вы наверняка слышали, но не все видели ещё, да, Украина, он ещё не доехал, он идёт. Очень интересный продукт спирулина, который никого не удивишь, собственно, да? У нас линейка спирулина ТАПС, да, вышла. Не делал вебинар, потому что, ну, что разговаривать о спирулине. Ну, вы сами можете мне рассказать про спирулину больше, чем я. Кто не может рассказать, может зайти в интернет и почитать. Спирулина – это очень интересный продукт. Отличный белок. Ещё со времён ацтеков спирулина, известно, её используют в пищу, на этом самом, на Востоке её используют. Но, в общем, везде спирулина – это очень интересный продукт. О, начали ломать мебель. Так. И, если вы обратите внимание на баночку, мы там добавили такой небольшой логотипчик внизу. Вот обычно у нас медальки, да? Вы видели медальки, да? Мы сейчас запустили новый логотипчик, и об этом никому не сказали. Там написано Smart Food. Умная леда. Да? И это для людей чувствительных – это был намёк. Потому что эту линейку Smart Food мы расширяем. Это очень серьёзно. На нас некоторое время назад вышли очень интересные люди, производители продукции, которую используют в космосе. Космическая еда. Умная еда. Очень, да? И мы в итоге, ну там технология сублимирования в вакууме при очень минусовых температурах, то есть сохраняются все полезные свойства всего. И у нас появилась такая мысль, а почему бы, почему бы не предложить это нашим потребителям? Как вы думаете, как вы думаете, вашим потребителям было бы интересно выпить стакан черничного сока с утра? Думаете? Римян. Римян. Настоящего натурального, большой стакан черничного сока. Что было бы с нашим зрением? Знаете, в аптеках продаётся такой продукт, он называется «Черника Форта». Знаете? Да. Классный продукт. Там нет черники. Только там нет черники. В остальном он хороший, да? А вот теперь представьте, что вы вашим потребителям предлагаете каждое утро выпивать большой стакан свежего, хорошего черничного сока, но в виде одной маленькой таблетки. Спрессованной. Вашим потребителям это понравилось бы? Растворять можно ли я им. А? Да. Растворять им так. Это соки, которые едят. Это одна таблетка эквивалентно большому стакану черничного сока. И таких соков будет у нас много. Мы в самое ближайшее время запускаем сразу три продукта. Сейчас прямо над ними работаем. Черника будет в ближайшем будущем. Будет. Для зрения, да? Первые три оглашаю победителя, которые уже в работе, уже этикетка готова уже в ближайшее время. Я даже надеюсь, до конца этого года это будет. Первое это свекла. Что? Свекла. Сублимированные, прессованные. Выглядят таблетки так же, как вот у нас спирулина ТАПС. Свекла. Бетерон это совершенно другой продукт. Там по разнице мы немножечко поговорим. Это антиоксидантный продукт. А тут сок. Это умная еда. Это соки, которые едят. Вам такую концепцию ввести получится, как вы думаете? Я вас заинтриговал, вот это соки, которые едят. То есть, одна таблетка, и вы получаете это эквивалент. Второй продукт, соков, которого едят, это топинамбур. О, вы поняли. Рубите фишку, да? И третий продукт, да, лично мне, я прям, тыква. Сок тыквы. Сок тыквы. А далее я уже рассказал про чернику. В следующем году это все у нас уже будет. Чернику, я же сказал. Клюква. Как вы думаете, кому клюква нужна? Всем. По большому счету всем. Но есть определенные там заболевания. Да, гастриты, к примеру, там определенные заболевания, которые ну просто необходимы. Клюква, да. И что мы получим? Что мы здесь получаем? Мы здесь получаем на самом деле целое вот смартфуд. Это огромное, огромное поле. Да, мы можем, вот, я уверен, что у нас в организации будут люди, которые будут заниматься только этими соками. Я не буду, я не удивлюсь, если так будет. Да, и будут делать отличные чеки только на это. Вот Миша выступления я слушал, он говорил очень классную вещь, которую я, может быть, хочу упростить. Да. Занимайтесь и предлагайте те продукты, которые в первую очередь нравятся конкретно вам. Да. То есть, вам нравится продукт? Изучите этот продукт как следует. Да. И именно этот продукт вы можете предлагать. Если вы видите решение проблемы человека в том продукте, который вы любите, который вы цените, и вы его предлагаете вашим потребителям, вы делаете все правильно. Да, потому что сталкиваешься иногда с такой ситуацией, у нас к следующему году, ну, в следующем году уже будет линейка из 60 продуктов. Мы вот в нашем плане 60 продуктов. Да. Я уже не помню, что у меня там в Аверуэле есть, но если так посидеть напрячься, я помню. Да. Каково вам? Я все эти продукты выводил. Мы придумали все эти названия. Да. Ну, вот у нас в ближайшем будущем, в очень коротком обозренном будущем, будет уже 60 продуктов. Да. Невозможно запомнить. Начинайте работать и предлагайте те продукты, которые конкретно вам помогли, потому что люди, они считывают нас всегда. Если вы не пробовали продукт, скорее всего, они это считают. И поймут, что вы плывете. Абсолютно. Вы не можете рекомендовать тот продукт, который вы не знаете. И не любите. Да. И честнее было бы, если бы продукт, который вы не знаете и не любите, но который помогает другим людям, вы бы предложили людям, ну, вашим потребителям изучить сами. И честно говоря, я этот продукт не пробовал, но есть результаты. Я этот продукт не знаю. Никогда не покупал. Но есть результаты. Изучи, пожалуйста, вот тебе там сайты, там смотри, набери там в интернете, и так далее, и так далее. Но соки. Соки – это целая ниша. Это умная еда, смартфуд, на которой наверняка появятся люди, которые занимаются только едем. Карин, спортсмены будут такие продукты приобретать? Как ты считаешь? Да. Тебе как спортсмена это интересно было бы? Да. Вот, видите, я уже прямо здесь, уже знаю, кому продать первую панель. Ну что, поехали дальше. Да, кстати, называться эта группа продуктов будет «Сублима сок». Могу даже нарисовать, как это пишется, но вот «Сублима сок». От слова «сублимат» – сок, да, а дальше там будет черника, тыква, там, клюква, ну, в общем, все что угодно. Классно? Да. Нравится? Ну, давайте я еще несколько вам вкусностей расскажу. Давайте. Хотите? Да. Очень. Мы до утра свободны. У нас выходит еще один антиоксидант – «Бурдок Эйч». Бурдок, лапурух, ребята. Он уже сертифицируется, да. Помните, кто-то там просил, там, по кору муравьиного дерева, да, там, и так далее. Мы сделали продукт намного круче. Мы сделали продукт намного круче. Поподробнее. Не расскажу поподробнее, да, но у нас сейчас, в настоящий момент, вот в Томске у нас сертифицируется сразу несколько продуктов, да. Мы все деньги, которые зарабатываем, мы, как компания, не тратим на айфоны, бриллианты, там, машины, дачи, дома, квартиры. Мы их вкладываем в производство и в научно-техническую базу. Еще один очень интересный продукт. Тоже у нас сертифицируется. Я вот как-то, знаете, стараюсь так лавировать, да, чтобы, ну, вам дать перспективу, но при этом не рассказать слишком много. По тем продуктам, которые я вам сейчас рассказал, опередили и их, и западные страны минимум на 30 лет. минимум на 30 лет. Год назад была поставлена задача создать продукт на основе глины. Да? Знаете, о чем я говорю? Догадуемся. Об очистке, да? И в итоге мы получили намного более крутой продукт на основе оксида алюминия. Оксид алюминия, и это, собственно, из чего состоит глина, по большому счету. Да? И этот продукт уже в финальной стадии, сертификация, в общем, в первом квартале следующего года он однозначно у нас здесь будет. Поэтому те люди, которые жить не могли без калавады, можете выдохнуть. У нас есть продукт, причем он реально круче. У нас он реально круче. Те люди, которые жить не могли без микрогидрина, есть такие люди? Да, есть. Выдохните. У нас есть продукт намного круче, в первый, примерно, квартал следующего года он у нас уже появится. Как называется? H700. На самом деле, бегали вокруг названия H700, там и так далее, да? Помните, там даже обсуждение где-то в чате. Да. Но в итоге Ник лег спать, и ночью ему приснился сон. И когда я пришел на работу и рассказал об этом сне Казару, Казар сказал, да не, бред какой-то. А потом, подожди. А вообще интересно. И называться этот продукт будет, ну что такое, я пошел от обратного, от того, что он делает. Это симфония, это гармония. После принятия этого продукта наступает гармония в нашем организме. Организм получает кальций и получает магний. И они вместе начинают там работать, они начинают вместе звучать. А что такое гармония? Одно из значений слова гармония, это аккорд. Да. Называется этот продукт кальций-магний аккорд. Ой, класс. Класс, Майк. Удовольны? Результаты какие-то, я уже так написал нашему волшебнику, я его называю волшебником, Казар его тоже называют волшебником, да. Я ему уже написал, что размер рыбы, может, поменьше. Не, не столько. Столько. Реально, реально крутой продукт получился. Очень будет Диман гордиться. У меня люди спрашивают ферменты. Насчет ферментов, да. Ну, по смартфуд я уже вам рассказал, да, по большому счету, большинство ферментов, вот они уже будут, да. И, ну, в этом направлении мы все равно продолжаем работать, все равно продолжаем развиваться. В следующем году у нас будет вся необходимая линейка и с ферментами, и с вот этими соками, и кальций-магний, и аналог калавады, и так далее, и так далее, и так далее. Все это у нас будет. Просто запаситесь немножечко терпением. Да. У нас еще есть один продукт с названием Ринз в конце. Ринз. Да. Редокс Ринз. Редокс Ринз, да. Редокс Ринз, который является вот этим самым... Ощелачивателем. Да. Да, именно им. И он дает до минус 800. И при этом он... Мы сделали очень интересную фишку, да. Он действует в полости рта. Ринз это полоскалка. По большому счету. То есть он работает по принципу Агент Макса. Да, да, да. Растворяется в воде и достаточно просто полоскать рот. Короче, полоскать рот. Да, достаточно прополоскать рот для того, чтобы получить вот этот нереальный эффект. Потому что сразу же попадает в кровь. Вы все же понимаете. Стомодологи будут шутер. Да. То есть, ребят, как вам перспективки? Вообще слава. Довольны? Да. Очень. Интересует, почему на баночках, в которых есть витамины, не указана дозировка витаминов? Потому что они витамины. Есть и сколько витамины? Смотрите, если... Там оговорено, что входит в натуральный витамин С. Сколько? Вопрос сразу. Одну минуточку, да. В натуральный витамин С входит, да, то есть не синтезированный, не тот, который там добавляется. Сейчас, смотрите, внимание. Внимание, очень важный момент. Вы берёте лимон, покупаете его в магазине. В нём есть витамин С? Конечно. Конечно, есть. По идее... По идее, сколько процентов-то там находится? Почему на лимоне не написано? Почему на лимоне не написано? Там же есть витамин С. Нет, нет, минуту, минуту. Я... Можно я отвечу? Сколько витамина С с кучёрной смородиной? Сколько витамина С? Мы это знаем. Почему мы не знаем? Можно я отвечу? Я отвечаю. Дело в том, что наши продукты сертифицируются как пищевые продукты. Пищевые продукты. Пищевой продукты. Всё. Дальше я вам ничего не говорю. Я не обязан указывать количество витамина С, потому что в тот момент, когда я указываю точное соотношение витамина С, я сразу подпадаю под бамы, под фармацевтику. С этого момента, как только я попадаю под аптеки, под фармацевтику, вы где? Я уже не имею права продавать это, кроме как в специализированных точках продажи и в аптеках. Понимаете? Наша основная задача, чтобы наш потребитель получал продукт по адекватной цене, чтобы он мог себе её позволить. Потому что если произойдёт это, соответственно, ну, с этого всё растёт. Да? С этого всё начинается. Понимаете? Лучше миллион раз продать что-то каждый день, чем один раз одну штуку за миллион. Понимаете? Потому что второй продажи, скорее всего, не будет. Да? И вот это просто здравый смысл. Именно поэтому у нас маркетинг именно такой, какой он есть. Я прекрасно знаю, ну, даже в своё время я изучал очень много древних книг, да, есть такая книга «Ветхий Завет». Вы же знаете, да? Да, я слышал. Есть такая книга «Тора». Ну, обычно не дают её читать неевреям, да, но мои друзья-евреи просто очень хорошие друзья, да. Да, и дают почитать. Ну, дают почитать, да, на самом деле. Ну, вот. И я там, ну, для себя очень много изучал эти книги в своё время, в 90-х годах, и вывел, ну, несколько выводов нашёл для себя, очень интересных. В плане того, как вот даже древние евреи, как они относятся к процветанию, к богатству. Да? Вы не поверите, но это прописано в Библии. Вот один из законов богатства заключается в том, что нужно помогать максимальному количеству людей с минимальной накруткой. Это не детей дошкольного возраста. Людей. Детей. А, детей учат, да? Собирать в конце недели деньги, отдавать бедным. Нет, ну, давайте сейчас мы про это не будем говорить, да, но я говорю о мудрости, которая прописана в Ветхом Завете. По большому счёту, да. Максимальное количество людей. Одно из условий. Это большое количество людей, выход на большое количество людей. и минимальная накрутка. И это один из законов процветания. Прикиньте? Интересно? Да. Вот это во мне вот осело уже очень-очень-очень давно. Потому что, ну, как современный бизнес в основном работает? Что-то купить подешевле, продать подороже. С сетевыми тезерами. Да, срубить денег. Так, кстати, действует большинство сетевых компаний. Да, мы почему анти-MLM? Потому что мы не так действуем. Я прекрасно знаю, что лучше создать такие условия, Казар это прекрасно знает, все владельцы компании Аброна знают это очень-очень хорошо, что лучше создать такие условия, чтобы у нас были очень большие обороты. Огромный, максимальный оборот, но при этом небольшой процент, который зарабатываем мы, который является нашей личной прибылью. Да, потому что за счет большого оборота эта прибыль превращается в огромные деньги. В огромный капитал. Вот и объяснение, почему у нас такой маркетинг, почему у нас такое ценообразование, почему у нас такие цены. Потому что у нас цель другая. Наша цель заключается в том, чтобы мы могли помочь максимальному количеству людей. в идеале, чтобы в каждой стране мира все знали о том, что есть продукция Аброна. Есть такие люди, как вы. Если наши цели совпадают, то поехали, поаплодируем друг другу. Поаплодируем друг другу.